Выборы сегодня и для военных. Участок открылся в стенах Высшего училища ПВО. Отдать свой голос сюда пришли курсанты, солдаты-срочники и служащие. Алена Стецук продолжит. Привычным ровным строем шагают курсанты на избирательный участок. Голосуют сегодня, конечно, лишь уроженцы и жители Ярославской области. Таких примерно 20% от числа студентов училища. О выборах все знают. В училище проходил единый информационный день, посвященный этой теме. Ребята, в общем-то, очень серьезно отнеслись к выборам. Они очень сильно интересовались, какие у нас будут кандидаты. Так как агитация на территории воинской части запрещена, прежде всего мы делали акцент именно на порядок самих выборов. Руководители воинских частей обучают молодежь и своим примером прямо на участке. Я сегодня первый проголосовал из всех тех, кто представлялся от нашего подразделения на выборы. Тем самым мы им объяснили порядок и для чего это нужно. Для чего нужно, ребята и сами понимают. Ведь они выбрали профессию, в которой никак без активной гражданской позиции. Голосование – это гражданский долг. Так как мы живем в Ярославской области, и я считаю, что каждый житель Ярославля должен проголосовать за кого-либо человека, тем самым выбрать свою судьбу и обеспечить светлое будущее. Так как я являюсь жителем Ярославской области, я считаю своим долгом прийти и проголосовать за депутата Ярославской областной думы. То есть я считаю, что каждый гражданин должен прийти и проголосовать на избирательном участке. Гражданские на этом участке тоже встречаются. В стенах училища голосуют жители ближайших домов. Так что кроме обилия людей в форме, этот участок ничем не отличается от остальных. Здесь точно так же регистрируют голосующих, есть наблюдатели, продают выпечку. На 11 часов на нашем избирательном участке проголосовало примерно около 500 человек. Все проходит в штатном режиме, все на законном уровне. Внештатных ситуаций здесь не было и на предыдущих выборах. Все-таки дисциплина – одно из главных качеств военных. Алена Стицук, Игорь Мосин, Новости города.